Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас выкатываем из ангара 121б, это десятка, сейчас стоит на продаже на новогоднем аукционе за 15 тысяч, цена будет снижаться до 14 тысяч, потом до 13, короче говоря, каждый день будет на косарь падать. Что касается ценника, я больше чем уверен, что по цене в 14-13 тысяч и может даже в 12 тысяч машина разлетаться не будет, хоть это и десятка. Почему? Потому что машина, она не настолько крутая, как хотелось бы, но и соответственно никто не хочет отдавать за нее свою кровную голду в таком размере. Я вообще когда-то эту машину приобрел за бешеный ценник, в районе 20 косарей я за нее отдал и, честно говоря, очень сильно об этом пожалел. Да, порой на этой машине бывают прикольные, веселые катки, тебе там интересное что-то получается делать и годное в бою, машина может похвастаться своей не запредельной, но все-таки хорошей точностью. Я бы сказал, очень хорошим временем перезарядки в 6 секунд с учетом установленного оборудования там и так далее. Но все-таки, ребят, не настолько кайфовая и веселая машина, как хотелось бы. Вот сейчас очень сильно мне не повезло, ребята все меня бросили, уехали, я здесь остался один-одинешенек, ну и соответственно меня сейчас отсюда будут выкуривать и выдавливать. Вот товарищ уже прорывается ко мне с борта, отвлекся на моего М46 и это мое счастье, мой фарт, потому что по-другому, но сейчас мне бы уже было бы крайне больно и обидно. Товарищ на ТВП имеет барабан, но соответственно мне необходимо попытаться с ним пободаться. Вот сейчас делаю глупость, ребят, это уже действительно мой косяк, я поднимаюсь на склон наверх, не обратил внимания, что сейчас ствол задерется, ну и соответственно я не смогу отбрасывать. Нормально точно. Что касается позитивов по машине, вполне-таки себе приятная подвижность и очень хорошая точность с довольно неплохим временем сведения и, честно говоря, очень-очень приятным разбросом. Что же касается недостатков по машине, я бы сказал картонность корпуса в первую очередь, недостаток, ну а так, не знаю почему, какого-то определенного фана машина не доставляет. Возможно альфы немножко не хватает, было бы альфы чутка побольше, возможно игралось бы машинам совсем по-другому. Ну вот хотя бы 50 альфички добавить и ощущение от игры было бы, ну прям в разы круче, в разы лучше. В целом же, ребят, бывает такое, что запрыгиваешь, делаешь по 4 фрага, иногда даже 5 получается вывозить покойников на себе в ангар из команды соперников, но все-таки это не все 100% боев однозначно. Хотя вот так вот весело можно поездить, покрутиться вокруг какой-нибудь БТшечки, ну и позабрасывать ему в корму, делая ему морально неприятно. Вот такой вот получился бой, ребят, первый попавшийся и вот так приблизительно машинка играется постоянно. То есть если вас начнут разбирать, вас разберут, но если вам удалось ускользнуть, если вы смогли уехать, если вы начали кого-то крутить, то бог в помощь и у вас все получится. 3370 единиц урона за абсолютно плевый бой, один уничтоженный товарищ. Что касается результативности по команде, то мы занимаем свое заслуженное второе место, практически ничего не делая в бою, как вы видели. Ну и что касается фарма, то 99870, ребят, но это с учетом того, что у меня активирован бустер на кредиты, который мне принес 46300 в виде добавки, как говорится, к жалованию. Ну а так получается 73800. Для 10 уровня как бы не фонтан, но что-то прикольное в этом аппарате, безусловно, есть. Что касается ценника, свое мнение я высказал, покупать, не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле в руках среднего танкиста. Если вы за честность обзоров, ребята, я никогда никого не обману и показываю машины такими, какие они есть на самом деле. Подписывайтесь вот здесь вот внизу на мой канал, я буду вам безумно благодарен. Дополнительные видео в виде подсказок были в процессе видоса вот здесь вот наверху. Ну и, соответственно, нажимайте на лайки, пишите комменты и нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые честные видео. На данный момент, ребята, у меня все. Всех благ, всего хорошего, приятных покупок. Мира вам, ребят, и обязательно спокойствие. Пока-пока.